Кадыровцы тоже, я думаю, оценили это поздравление. Не знаю, сейчас в данный момент этот человек находится, или он в Турции, или он уже поехал к своим друзьям обратно в Чечню, чтобы они его приласкали, залезали ему раны. Переходите по ссылке, смотрите, получайте удовольствие, но не забывайте, что насилие это плохо. Когда вы будете смотреть этот ролик, помните, что насилие это плохо, мы против насилия. И в принципе таким же решением где-нибудь в московской патриархии могли бы переименовать этот храм, эту церковь по имени Ахмата Кадырова. Было бы круто. В качестве эксперимента надо дать независимость Чечни, после года независимости другие регионы вряд ли бы захотели независимость. Так, что за личность этот Кадыровец, которого избывали толпой, он жив и где... Короче, в любом случае эту тему надо будет прокомментировать по ссылке на мой телеграм, здесь в описании есть. Вы перейдете, там увидите ролик, это репост другого канала, Security Turkey, Кадыровец, которого в Турции настигли и поздравили с 70-летием Ахмата Кадырова. Очень интересный ролик, его здесь нельзя просто продемонстрировать, так как он, ну YouTube не любит подобное зрелище. Я советую вам перейти по ссылке, подписаться, посмотрите и подпишитесь на мой канал, там вы сможете перейти по публикации и подписаться на канал Security Turkey, который изначально это все выложил. Ну и сможете присоединиться к этим поздравлениям Кадыровца, который гордится тем, что он то ли 15, то ли 17 лет работал в спецполке имени Ахмата Кадырова, это в народе более известный как второй полк. Он говорит о том, что с 2004 года по 2019 он в этом полку служил, вообще ни в чем не раскаивается, при этом приехал в Турцию, не объясняет с какими целями он туда приехал, живет в Стамбуле. И в общем там, по всей видимости, небезразличные люди к подобной ситуации, которые переживают за свою безопасность, так как живут тоже в Турции, являются членами сопротивления чеченского, преследуются российскими властями. Они, разумеется, таким человеком заинтересовались, как и любыми другими представителями российской агентуры, там, Кадыровцами, ФСБшниками, ГРУшниками, любыми. Понятно, что эти люди их беспокоят, так как не просто так они приехали и живут в Турции. Ну, в общем, они им заинтересовались, как-то с ним, значит, связались, видимо, начали обманным путем, вывели его навстречу. Ну, человек приехал, ну и они его поздравили с этим знаменательным днем в пути Ахмата Кадырова. Кадыровцы тоже, я думаю, оценили это поздравление. Не знаю, сейчас, в данный момент этот человек находится, или он в Турции, или он уже поехал к своим друзьям обратно в Чечню, чтобы они его приласкали, залезали ему раны. Ну, в целом, поздравление, я думаю, заметное, и я думаю, им оно очень сильно понравилось, в кавычках. Переходите по ссылке, смотрите, получайте удовольствие, но не забывайте, что насилие это плохо. Когда вы будете смотреть этот ролик, помните, что насилие это плохо, мы против насилия. Саламу алейкум, брат, Марш Уовил, рад тебя видеть. Я сегодня увидел истинную силу Ахмата на канале Security Turkey. После профилактической беседы постоянно падал под тяжестью новообретенных знаний. Алейкум ассалям. Ну, значит, он познал и все. Если бы вы отделились от России, на что бы вы жили, ты думаешь, это просто? С голоду бы умерли, Блэк Леон. Скорее всего, мы бы умерли с голоду. Куда нам без России, матушки? В качестве эксперимента надо дать независимость Чечни. После года независимости другие регионы вряд ли бы захотели независимость. Давайте сделайте так в качестве эксперимента, пожалуйста, Freedom. Мы будем вам очень и очень благодарны. Очень хороший эксперимент, одобряю. Чтобы там не было, хотя бы год нормально подышал бы свободным воздухом без вонючей и мерзкой атмосферы. Соглашусь. И боюсь, что этот эксперимент был бы... Ну, они бы не остались бы довольными этим экспериментом. В плане, что все другие там республики типа не захотят. Думаю, произошло бы наоборот. Тумсо. А как быть православным русским в шариатской чараи? Как они будут жить и сохраняться ли церковь в Грозном? Иван Романюк. Русским в шариатской чараи быть так же, как чеченцам в православной России? В чем проблема? Главное не нарушать законы. И ты обезопасен. Что касается церкви. Та церковь, храм Архангела Михаила, по-моему, называется он Грозном. Он во времена Ичкерии стоял и осуществлялась его... Обеспечивалась его безопасность нашим государством. Те храмы, которые построены сейчас при российской оккупации, я не знаю, какова их судьба. Это вопрос, который должна будет решать наша власть, наш народ. Так как эти храмы, они построены без какого-либо одобрения, они построены во время оккупации российской властью. И в отношении них, конечно же, могут быть приняты какие-то отдельные решения. И это будет справедливо. Но что касается тех храмов, которые были на нашей территории во времена Ичкерии, которые защищались, они, конечно, будут существовать. И также будет обеспечена их безопасность и безопасность той общины, будь она христианская или иная, которая живет на территории нашего государства. Это обязанность любого государства обеспечивать безопасность и своих граждан, и туристов, которые попадают на нашу территорию. Или, допустим, иностранных граждан, которые, имея временное или постоянное видное жительство, живут на нашей территории. Я думаю, церковь Архангела Михаила тоже могут переименовать. Тоже могут переименовать, а то все переименовано, а единственная церковь еще нет. Ты имеешь в виду храм имени Ахмата Кадырова? Да, конечно, была бы сильная подрядка для них. Но они, в принципе, наградили Джамбулата Умарова, когда, помните, кричали «Аксиос». Какую-то награду ему дала Православная Церковь России за что-то там, не помню, какой-то орден ему повесили. И, в принципе, таким же решением где-нибудь в московской патриархии могли бы переименовать этот храм, эту церковь по имени Ахмата Кадырова. Было бы круто. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok